МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто там? Ну, кто там? Ну? Я. Стёпа. Ой, подожди, нельзя. Как нельзя? Ну, сейчас. Отвернусь. А я уж отвернулся. Соня, я прямо с самолета, как видишь, сразу к тебе. Ну, и что? Ну, как, ну, и что? А где твои девчата? Где? На работе. Ах, да. Очень хорошо. Так вот, Соня, я был в Ленинграде. С чем тебя и поздравляю. Встретил там Таню. Счастлива за тебя. И сказал ей, что ты моя жена. А почему ты не сказал ей, что ты Лев Колстой? Да. Мне казалось. Ну, мне казалось, что ты любишь меня. Тебе казалось? Нет, тебе не казалось. Значит, это правда? Правда? Правда. Таня. А ты? Смотрел на меня, как на шкаф. Я и девушкой-то для тебя не была. А та, хорошим парнем, с которым можно пиво выпить. Соня. За компанию. Прости меня. Я только в разлуке почувствовал, что ты для меня значишь. Знаешь, как у Есенина, лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Ты, Есенина, не приплетай, не тебе чита. Он сам любил и чуял чужую любовь. А ты? Ты поверял мне свои любовные неудачи. Какое счастье, что я избавилась от своих чувств. Жаль. Да, да. И сейчас я тебя ненавижу. Степа! Подожди. Ничего ты не понимаешь. Я хотела проучить тебя, но не могу. Ну, Соня, ну что ты? Ты же знаешь, как я тебя люблю. Это правда, Степа? Конечно. Ты же мой лучший друг. У меня же на всем свете только тетя. Да ты? Думаешь, я не понимаю, почему он с собой приехал? Ах, вот как. Ты решилась за тебя. Таня! Ой, Федя! Ты надела праздничное планете, ПЕСНЯ 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 Федер? Ну что ж, он парень добрый, веселый. Очень. А думаешь, я хуже, да? Скучный. Степа! Степа! Сумасшедший! Сумасшедший! Ну? Ну что ну? Я ведь тебе сказала честно, как лучшему другу. Когда девушка предлагает дружбу, значит, пиши, пропала. О, поздно, побегу. Не злись. Ладно? До свидания. До свидания. Текст фильма. Текст фильма. Текст фильма. Текст фильма. А хорошо мечтаете в свежее утро? Соня? Никак не могу поверить, Степа, что кончилось детство. Да, и пришло время задуматься о будущем. А я уже одну арифметическую задачку решаю. Что лучше, пять или десять? В каком смысле? А в таком. Вот ты учишься в институте пять лет, приобретаешь специальность, но теоретически. А завтра приходишь на завод, и пока станешь настоящим инженером, надо прибавить еще пять лет практической работы. Так не лучше ли наоборот, а? Слушай, я же так и решил. Идти работать на завод и учиться в учебном институте. И выиграешь пять лет. Спасибо, поддержала. Обрадовала. Обрадовала, пляши. Я не пляшу. Плясал, не признаю. Плясал. Один раз в жизни. И только для одного человека. И никого свидетелей при этом не было. Во всяком случае, не должно было быть. Подглядывала. Скажи, да? Подглядывала. Внимание. Сейчас форма номера работы продолжается поставка. Степа, послушай свою тетю. Плюнь ты на этот билет, оставайся. Плюнь ты на этот билет. Вы поцеловались. На вокзале полагается. А я разве не друг? Ты там хоть целоваться научись. Ну, будь счастлив. Федя! Я? Федя, ты смотри, кто к нам приехал. Да. В самом деле, что застыл, как статай. Видишь, кто приехал? Ну, будет дурочку разыгрывать. Я тебе все-таки не игрушка с елки. Друзья, что с вами стряслось? Действительно. Ну, друзья. Ну, что ж, бывшие друзья. А бывшие друзья, как известно, хуже, чем чужие люди. Я ведь парень заводской. Так врежу, сразу друзей вспомню. Ну, я пойду. Как говорится, двое дерутся, третий не мешает. Ну, закурим. Давай. Закурим, товарищ, по одной. Давай закурим. Курят из книгков кашля. Товарищ мой. Нет, ты мне прямо скажи. Пожалуйста. Прямо скажи. Пожалуйста. Кто тебе сюда прислал? Твоя беда. Только твоя беда. А я не несчастный и не нуждаюсь в помощи прославленного и популярнейшего счастливца. Я? Да. Правильно. Так. Значит, отворот-поворот. Хорошо, договорились. Меня довольно. Жаль. Уйти не могу. Что? Совесть мучает? Нет. Просто мать оказалась умнее нас. Ну, довольно петушица. Мы еще не поздоровались. Давай руку. Протягиваешь руку. А что? А подставляешь ножку. Ага. Да ты можешь объяснить, что стряслось? Говори прямо. Могу. Ну? Играешь на нашем разрыве? Давай иди с ней. С вокзала ты кому поехал? Скажешь, не к ней? Она меня сама встречала. С цветами? С цветами. Ага. Ага. И ты решил, конечно, что я изверг, домашний деспот, а она невинная и оскорбленная жертва. Угу. Угу. Ну, ничего. Пусть время пройдет. Так это же не просто время идет. Это жизнь идет. И пора вам это понять. Наивно. Ты думаешь, она поймет? Вот-вот. С каких пор ты знаешь Таню? С малых лет. А что? Так вот, считай, что я совершенно не знаешь. Ну, ну, расскажи. Хочешь? Хочу. Садись. Садись. Кто там? Ну, кто там? Ну? Я. Степа. Ой, подожди. Нельзя. Как нельзя? Сейчас. Отвернусь. А я уж отвернулся. Соня, я прямо с самолета, как видишь, сразу к тебе. Ну и что? Ну, как ну и что? А где твои девчата? Где? На работе. Ах, да. Да. Очень хорошо. Так вот, Соня, я был в Ленинграде. С чем тебя и поздравляю. Встретил там Таню. Счастлива за тебя. И сказал ей, что ты моя жена. А почему ты не сказал ей, что ты Лев Колстой? Да. Мне казалось, мне казалось, что ты любишь меня. Тебе казалось? Нет, тебе не казалось. Значит, это правда? Правда. Я любила тебя. Ой, господи. Как я тебя любила. Сколько я слез выплакала в эту подушку. А ты смотрела на меня, как на шкаф. Я и девушкой-то для тебя не была, а так хорошим парнем, с которым можно пиво выпить за компанию. Прости меня. Я только в разлуке почувствовал, что ты для меня значишь. Знаешь, как у Есенина, лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Ты, Есенина, не приплетай, не тебе чита. Он сам любил и чуял чужую любовь. А ты, ты поверял мне свои любовные неудачи. Какое счастье, что я избавилась от своих чувств. Жаль. Да-да, и сейчас я тебя ненавижу. Стёпа! Подожди. Ничего ты не понимаешь. Я хотела проучить тебя, но не могу. Редактор субтитров и внукров нас. Корректор субтитров И.Жукова Конец. Корректор субтитров… Не каждый лет два сидит��고.